Привет, друзья мои! Продолжаем пролонгированную трансляцию с нашей кухни, с домашней кухни, невзирая на то, что это программа СМАК. Должен вам сказать, что на протяжении всех своих 87 лет жизни я был абсолютно равнодушен к десертам. А поскольку я не очень любил их есть, я их никогда и не готовил. Мне это было не сильно интересно. Совсем не то моя жена Эйнат. Она любит и умеет готовить десерты. Сегодня она нам покажет десерт вот из ничего. Мы шли по магазину вчера, она увидела коробку зефира, хороший свежий зефир. И говорит, о, из этого можно такое сделать. Я говорю, что такое зефир можно сделать? Сало, оно и есть сало. Она говорит, нет, завтра покажу, показывай. Зефир покупной – это хорошо, но правильные люди, конечно, делали бы зефир сами. А это мы вполне можем показать в следующей программе, посвященной десертам. Почему? Это не так сложно, как кажется. Но сегодня, правда, сделаем что-то быстрое и эффектное. Во-первых, как это называется? Это называется зефир. Нет, то, что собираешься сделать. А, зефирный мусс. Зефирный мусс. Да, мусс из зефира. В общем, если у вас остался какой-то несъеденный зефир и есть вам его больше не хочется, то вы вполне можете его трансформировать в второй, вторичный, да? Вторичный десерт. Вот смотри, теперь мы его нарезаем кубиками. Хаотично абсолютно. Это даже или кубиками, или хаотично. Хаотичными кубиками. В общем-то, для десерта нам нужны всего лишь две вещи базовых. Зефир и сливки, жирные сливки. И его кладем вовнутрь. Теперь мы заливаем сливки, жирные сливки туда же. А что, на глаз делаешь? Знаешь, я делаю на глаз. Да, мы его начнем взбивать и посмотрим по его текстуре. Примерно. Немного, не мало, знаешь? Нет. Хорошо дом не разнесла. Все ленточки с домом. Годами эти ленточки висели здесь, никому не мешали. Давай еще дольем. Давай, давай. Можно еще пероксилину добавить и пороху. У меня жена перфекционист. Ты так говоришь, как будто это какой-то диагноз. Причем плохой диагноз. В данном случае диагноз. За жалоба? Как-то вы жалуетесь или хвастаетесь? Сливки нужны будут еще? Да, давай. Долей отсюда. Да? Не надо. Оп. Хватит, думаешь? Долить всегда можно. Я так думаю. Так. Так. Когда я был маленький... Мама давала облизывать тебе венчик. В детстве принялся такой канцелярский клей-слон. Он был вот такого цвета и такой консистенция. Ты понимаешь, да, как это сейчас выглядит? Вообще вкусно. Клич. Вообще вкусно, реально. Ну вот смотри, сейчас у нас будет... На дно будем класть красное, красивое. А сверху я... Давай на дно. На дно красное, красивое, а сверху я... Малина. Нет. Нет. Красное, красивое, это малина. Нет, нет. Я думал, что на дно вот это слой. Ну да. Потом это, а сверху я... А у меня была идея, знаешь, чего еще вмешать, потому что, по большому счету, в этот мус вы можете добавить любое варенье, джем, фрукты, куда можно смолоть. Коктейл. У меня есть еще маленький секрет. У меня есть еще маленький секрет, как из этого сделать произведение искусства. Подожди, а сейчас это не произведение искусства, то есть так это пока что с точки зрения такое, да? Это поделка, поделка, конечно. С нашей камеры-то выключат, а я останусь. Подделка. Не подделка, а подделка. Я и не говорила подделка. Русский неродной. Я не говорила подделка, я говорила подделка. Очень красиво. Так, теперь мы это украшаем ягодами, да? Ну все, нет предела совершенства. Да, и вот, казалось бы, вот уже прекрасный десерт, да? Вот сытые и слегка выпившие гости аплодируют, и изумлению их нет предела, но, но. О, я, кажется, знаю, что это будет. Это, господа, очень хороший коньяк. Вот не надо заливать всяким фуфлом. И теперь обратите внимание на количество. Он здесь нужен только для обострения аромата. А может лучше отдельно коньяк? Нет, именно так. А, отдельно в рюмку? Ну. Это сколько угодно. Ну, просто вот это совсем другое блюдо будет. Ну, теперь-то шедевр, конечно. Браво, маэстро. Спасибо тебе большое. Браво, мадам. Браво, мадам. Господа, вы только что видели, что с помощью реактивного турбодвигателя эта штука делается быстро и просто. И все будут в восторге. Гости будут в изумлении. А дом потом легко отремонтировать. Надо было его, конечно, немного охладить перед подачей. После миксера в холодильник. Я еще слышал, что вместо сливок можно использовать сливочное мороженое. Можно мороженое использовать, да. Мороженое и, главное, охладить. Сейчас, наркотяпы. Ну, давай. И выпили, и закусили одновременно, да? Да, все в одном флаконе. Ну, знаешь, коньяк предает, конечно. Еще как. Да. Коньяк никого не предает. Коньяк верная вещь. Прекрасно. Господа, это вкусно. Надо еще, знаешь, поглубже, чтобы вишневое варенье зацепить. Кислинка. Ой, я зацепил. Очень хорошо. Это фантастика, реально. А знаешь, не угадаешь зефир-то в нем, на самом деле. Ну, вот он. Да. Это называется деструктурированный зефир. Деструктурированный. Деструктурированный зефир. В общем, делайте, как мы. Счастливо. Деконструкция зефира. Снято. 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 Продолжение следует...